Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Ну, кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес, ну и, наконец, вы можете смотреть нашу программу в интернете. На сайте первообразовательный или sgv.tv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, каждый год в России регистрируется от 500 до 600 тысяч разводов, в результате чего от 400 до 600 тысяч детей остаются с одним из родителей, в большинстве случаев с матерью. Психологи утверждают, что развод – это травматическая ситуация для всех, кто в него вовлечен, но для ребенка особенно. Как сделать так, чтобы развод в наименьшей степени отразился на жизни детей? И как сделать так, чтобы после развода жизнь наших детей была максимально счастливой? Дети разводов – тема нашей сегодняшней программы. У нас в гостях детский и подростковый психолог, психотерапевт, член Ассоциации детских психотерапевтов и психологов Вера Поветкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тема действительно, наверное, актуальна. Я надеюсь, вы это сегодня подтвердите или опровергните, потому что развод сам по себе, эта тема чрезвычайно сложная, все разводы разные. С одной стороны, их сейчас настолько много, что есть какой-то эффект привыкания и обыденности. Нет уже такой шоковой ситуации, как раньше. С другой стороны, вот это количество детей, которые нам предоставили статистика, оно, конечно, шокирует. И в этом смысле, что можно сказать об актуальности этой темы? Насколько действительно эта тема важна в наше время, когда люди привыкли к разводам, и ребенок остается в неполной семье? Ну, действительно, сейчас развод уже не вызывает, как, скажем, несколько десятилетий, да, или в середине XX века. Вот такой ужас, что-то как-то очень стыдно, позорно. Это, в общем-то, воспринимается, ну, вот так случилось. И актуальность этой темы, наверное, в том, что сейчас люди стараются как-то, ну, вот в кавычках, цивилизованно разводиться, да, как? Особенно, когда есть дети, понимают, что... Ну, не все, может быть, да, ну, по крайней мере, многие стараются, что действительно как-то вот общаться-то папа и мама все равно должны воспитывать ребенка, несмотря на то, что, может быть, как муж и жена, они больше не живут. И вот... Ну, время показало, что есть цивилизованные методы, хотя, мне кажется, чисто эмоционально людям достаточно сложно это сделать. Конечно. И масса тому примеров, историй известных в нашей стране людей, которые до сих пор не могут поделить детей. Ну, это действительно, нельзя забывать, что развод – это стресс. Стресс для всех участников развода. И супругов, которые разводятся, и детей. Более того, и родственники, друзья тоже вот стоят... Ну, их так или иначе это затрагивает. То есть возникают вопросы, с кем общаться, если, допустим, супруги вообще не общаются, да, начинает вот дележка друзей, бабушек, дедушек и так далее. Действительно, очень много всяких возникают таких вот проблем. Я хотела, Вера, чтобы сегодняшний наш разговор вот шел вот в таком двойном русле. Почему? Потому что в разводе всегда вот как бы несколько сторон. С одной стороны, родители, которые разводятся. С другой стороны, дети, которые остаются в результате разводов. И иногда, мне кажется, родители не понимают... То есть они настолько увлечены своими эмоциями, отрицательными, конечно же, да. Понятно, что это трагедия. И родители настолько увлечены и заняты своими проблемами, проблемами, выяснением отношений, что дети отходят немножечко на второй план. И взрослые люди не всегда думают о том, а что переживают дети, да. И в этом, наверное, кроется вот эта ошибка. Если бы взрослые люди думали о том, насколько страшно и болезненно это воспринимается ребенком, наверное, может быть, они бы действовали как-то по-другому. Хотя все люди образованные, наверное, где-то об этом догадываются. Но тем не менее, да. Ну, вы знаете, очень такое расхожее мнение, что дети, особенно маленькие, там, вот дошкольного возраста, они не понимают. И часто приходят родители и говорят, нет, ну, как вот он может понять, там, в три года, что мы разводимся. И именно поэтому, да, как будто бы вот, ну, я-то переживаю, от меня муж ушел, да, или там, я с женой развелся, а вот он-то чего понимает? Или она вот маленькая, там, полтора годика, три годика, там, ну, даже постарше. Поэтому действительно такой вот миф, как будто бы дети не чувствуют, не понимают, не видят, что родителям плохо, что родители несчастливы, да, и с ними что-то происходит. И отсюда, наверное, количество, вот это множество ошибок, да, тоже, которые совершают именно взрослые люди, а потом уже и дети, да, глядя на своих родителей. Мы сегодня как раз об этом, я думаю, что обязательно поговорим. Скажите, пожалуйста, а вот, скажем так, когда происходит развод, да, понятно, что это очень-очень сложная и стрессовая ситуация, но все-таки каким крайним последствиям могут привести невнимание, да, невнимание родителей к детям в результате развода? Чего нужно бояться особенно? Ну, наверное, особенно нужно бояться как раз, когда ребенок не проявляет никаких чувств, не спрашивает, а что, почему папа теперь не живет, или а где мама. Потому что если ребенок задает такие вопросы, если он говорит о том, что мне грустно, я скучаю, а почему мы не живем вместе, это значит, что у него вот такой, ну, процесс, что ли, горевания, переживания этого стресса, он запущен, и рано или поздно, там, сколько-то понадобится ему времени, но он сможет потом вот как-то в новой жизненной ситуации, там, жить дальше. Вот если ребенок как будто бы ничего не замечает, ничего не спрашивает, родители это очень радуют, потому что не нужно объясняться, не нужно как-то вот, можно так вот на себя обратить внимание, да, как-то вот с ребенком все вроде в порядке. И тогда как раз этот стресс, то есть эти чувства никуда не уходят, и они куда-то могут вылиться, например, либо ребенок начинает болеть систематически, врачи уже не знают, что делать, анализы все хорошие, то есть такая психосоматика, то, что называется, болезни, связанные с какими-то вот психическими переживаниями. Либо начинаются какие-то жалобы в школе, что плохо учатся, хотя до этого был отличник, или плохое поведение, начинают прогуливать, то есть это может выявляться в каких-то других сферах жизни, да, не, ну вот конкретно про развод никто не говорит, но все эти чувства должны найти выход, да, и тогда ребенок все равно будет искать этот канал, где можно выплеснуть все эти вот чувства. То есть это уходит глубоко в подсознание ребенка, и мне кажется, наверное, главная опасность того, что вот это не выплескивается сразу, а уходит глубоко, наверное, проявление вот этих последствий на расстоянии, то есть, наверное, во взрослой жизни. Ну, конечно. Какие это последствия? Ну, самое главное, это то, как ребенок будет, будет строить свою же семью, и очень часто, в общем-то, это тоже есть статистика, заметили, что особенно мужчины, то есть, когда он был мальчиком, и отцы ушли из семьи достаточно рано, то потом эти мужчины, как правило, достаточно так тянут. Сженить бы, потому что страшно повторить, вот, что я стану таким же отцом, как мой отец, да, и мне сделают больно. Вернее, как мне сделали больно, я сделаю больно своим детям. Это не всегда так, но достаточно часто. То есть, поздние браки у этих, но это еще не самый страшный, мне кажется. Да, это как один из вариантов, да, такой. А у девочек? Ну, тоже это, опять же, может также выражаться в сложности построить отношения, да, и вроде все замечательно. Недоверие к мужчинам, да. Тоже недоверие, да, потому что мужчина, опять же так в кавычках, да, как предатель, если это папа, допустим, ушел, да, развод, инициатор папы был. То есть, по идее, это, знаете, такое, возможность неудачного будущего брака, да, то есть неудачной личной жизни во взрослой жизни, да, невозможность правильно построить свою личную жизнь и семью. А есть какая-то статистика о том, что, я слышу, что оно существует, что вот если был развод у родителей, то это значит, что, ну, 80% будут разводы и в семье детей выросших, детей разводов. Ну, я бы сказала, что не 100%, что они будут, но то, что могут возникнуть такие сложности, да, когда человек будет думать о разводе, то есть эта модель поведения, она может переноситься, но в том-то и, скажем так, секрет психологии, да, что можно, если мы понимаем, что вот здесь наше слабое место, да, вот здесь мы как-то вот боимся чего-то там, то можно изменить эту статистику, да, и как-то построить отношения таким образом, чтобы все-таки брак сохранился. Ну, конечно, когда действительно этот брак стоит сохранять, да, потому что, ну, не секрет, бывают союзы, которые не нужно сохранять, и тут как раз, наверное, нужно найти правильный выход из ситуации, так сказать, закончить эти отношения. Другие исследователи, вот я готова сказать, в программе пишут о том, что стресс, который испытывают люди, попав в разводную ситуацию, он и, он соразмерен по, скажем так, по воздействию с потерей близкой, со смертью близкого человека. Практически или стоит на втором месте. Да, на втором месте стоит. Такой силы трагедия, да, но это, опять же, приводит взрослых. А у детей? Для ребенка это, особенно для ребенка маленького возраста, совсем маленького, это действительно знак равно со смертью, да, папа не приходит больше домой, значит, как будто бы он умер. То есть ребенок не понимает, ну, вот совсем маленький, да, там, я беру совсем полтора-два-три годика, когда еще нет такого вот временного ориентира, да, что для него это действительно как будто бы вот мир разрушился, потому что один из родителей куда-то делся. Вот он всегда был, приходил, укладывал спать, да, читал книжки, а теперь его нету. Именно поэтому так важно разговаривать с ребенком, говорить ему о том, что вот мы приняли такое решение, будем жить вот так вот отдельно. Потому что страшен на самом деле не сам развод. Конечно, да, он влияет, да, это стресс, но этот стресс, как и любой другой, можно пережить, нужно время. А страшны вот такие подавленные чувства и подавленная тема развода. Если родители не ставят ребенка в известность, если они его не обсуждают с ним, что произошло, тогда ребенок не понимает, что происходит, но он видит, что что-то произошло, да, и вот это страшно. Да, когда не обсуждается, и как бы родители, скажем так, не считают важным объяснить ребенку, тогда ребенок, опять же, не считает себя важным членом семьи, и с ним не считаются, да, с ним не разговаривают. И возникает много всяких мыслей, очень часто у детей, что это я плохой, я плохо себя вел, вот я двойки приносил, вот я не слушался, не ел кашу, поэтому папа ушел или там мама ушла. Ну, какие-то такие вот... То есть ребенок принимает вину на себя? Да, это очень часто. Что я виноват, на самом деле. Да, поэтому важно сказать, что мы разводимся не за тебя, ты здесь не при чем. Да, это вот наши такие отношения. Итак, последствия развода все-таки в жизни сказываются достаточно серьезно, да, у детей. Хотя это, конечно, не конец жизни. И сегодня мы поговорим обязательно о том, как выходить правильно из разводной ситуации родителям, чтобы на детях это отражалось в самом минимальном каких-то, минимальных размерах, потому что, ну что сделать, это тоже жизнь, да, и к ней надо быть готовым. Итак, как все-таки дети переживают развод при разных жизненных ситуациях? С какими проблемами им приходится сталкиваться, детям, родителям? И как правильно выходить из этих ситуаций? Это как бы следующая такая основная часть нашего с вами разговора. И к нам уже поступают звонки. Но все-таки такой первый вопрос. Какие самые главные наши ошибки, которые мы совершаем, как родители, да, разница может быть в восприятии? Вот как воспринимают развод дети и как воспринимают развод родителей? Вот можно сказать, вот развод для родителей, что для взрослого человека, что думает взрослый человек? И что думает при этом ребенок? Ну, Татьяна, я думаю, что все разводы разные. И инициаторы разводов, где-то папа, где-то мама, вернее, муж, где-то жена, где-то это обоюдное решение. Поэтому здесь вот я бы не стала давать какие-то такие, ну, конкретные пункты. Но так или иначе, наверное, самая главная ошибка, когда укрывается тема, то, о чем я уже сегодня говорила, когда не разговаривают ни друг с другом, ни с ребенком. Вот это все так хоронится под такой могильной плитой. И вот дальше, как бы это такой пуск, который дает вот всему этому кому дальнейшему, да, эмоциональному. И для родителей тяжело, и для ребенка. Хорошо, давайте мы сейчас ответим на звонок телезрителя и поговорим о том, как же дети реагируют на развод в разных жизненных ситуациях, моделях, да, которые всем хорошо известны, наиболее распространенные из них. Пожалуйста, говорите вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня с Можем 6 лет назад произошел развод. Ой, что ты со связью? На этот момент мы обидели... Будьте добры, повторите, пожалуйста, вопрос, была помеха в связи. Мы с Можем развелись 6 лет назад. У меня на тот момент дочери было 15 лет. И инициатива развода была моя. Мы уехали в другой город, и дочь полностью была на моей стороне. И, в общем, как-то достаточно спокойно это все переносило. Ну, так, видимость была такая, что спокойно все это переносило. Теперь вот прошло почти 7 лет. Она говорит, что она хотела бы встретиться с отцом, посмотреть. Я, с одной стороны, понимаю, что это ее жизнь, ее желание. А с другой стороны, это, знаете, так как-то больно слышать после того, что, в общем, происходило в нашей жизни, и через что нам пришлось пройти, что нам пришлось пережить. Ну, в общем, я, конечно, затыкить ее не могу, и она ссылается на какую-то занятость свою. Но я чувствую, что она хочет с ней скрепиться. Что мне делать в этой ситуации? Останавливать? Потому что мне лично больно об этом думать. То есть вы бы не хотели, чтобы ваша дочь встречалась с отцом? Я не хотела, ну, пусть бы встретились, просто я боюсь, что как-то я ее что-то потеряю. А сколько вашей дочери лет сейчас? Ей 21. Ну, уже взрослая девочка, да? Спасибо вам большое за этот звонок. Я думаю, что, конечно, здесь... Вопросы все распространены. Да, многие родители с этим сталкиваются. Если вот папа как-то не участвовал в жизни ребенка, да, и вот... Ну, видимо, в семье пришлось много пережить за этого мужчину. Видимо, много нехорошего. Но вот рано или поздно дети все равно хотят увидеть своего отца, да, или в данном случае отца. И, конечно, здесь, я думаю, дочка вот ссылается на свою занятость, да. Может быть, она боится как раз, что мама обидится, что это будет как предательство по отношению к маме, да. То есть вот такой конфликт вроде и хочет. Это ревность со стороны матери, да, какая-то? Ну, конечно, понятно, да, эту маму очень много обид. Но здесь, я думаю, вот нужно отделить свои обиды на этого мужчину как на мужа, да, с которым вы развелись. Но он все-таки, какой бы он ни был, он отец ребенка. И, наверное, все-таки вот, ну, как-то набраться мужества, да, поговорить опять же с дочерью. И, конечно, дать эту возможность, не запрещать. И, может быть, даже сказать, что я не буду против, да. Да, я понимаю, что это твой отец, и ты имеешь право с ним встретиться. Это не будет, я не буду это воспринимать как предательство по отношению ко мне. Вера, а скажем так, каким проблемам в жизни, вот в данном случае, девушки, да, молодой, может привести вот отказ в общении с отцом? Вообще вот полное отсутствие, так сказать, мужчины в семье. Потому что я слышала, что это действительно потом ведет к каким-то проблемам. И надо восполнить вот это, потому что каждый родитель в семье или в жизни ребенка, он играет свою роль определенную, да, такие ролевые игры. И когда один человек выбивает, выбывает, да, из этой роли, то это место либо занимает кто-то другой, которому и не надо было бы занимать это место. И это сказывается на судьбе человека. Ну, конечно, папа, это модель отношений, девочка, общаясь с папой, учится строить свои отношения с мужчинами, да, в будущем, с мужем, со своим сыном, то есть вот с мужским полом. И совсем не обязательно, что даже если папа не принимает участие, да, вот, исчез, да, развелись, исчез, как-то больше не нарисовывался на горизонте. Не представляет собой хорошую модель. Да, то, видите, на самом деле мама может, ну, многие женщины, да, выходят замуж, и это может быть, это вот стать отчим, таким человеком, с которым будут такие позитивные отношения. Поэтому не всегда все-таки вот не хочется сгущать краски, да, и говорить, что вот если развелись, то все, караул. При правильном таком поведении самой мамы, да, если папа как-то включается, ну, даже если не включается, все равно все эти последствия можно как-то вот, ну, свести к каким-то минимальным. Тут речь идет, наверное, о том, что вот папа был недостаточно хорошим папой, да, и стоит ли ребенку встречаться с таким отцом? Это его папа, да, вот, опять же, ведь, смотрите, конечно, мамы очень часто приводят такой козырь и говорят, нет, вот папа наш там то-то, 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 поэтому я заботюсь о ребенке, вот, не хочу, чтобы он с ним общался. Такой дурной пример, да, был? Ну, я не беру какие-то такие, знаете, крайности, да, если это там совсем какие-то там, не знаю, наркоман или уголовник, да, то есть мы вот про это не будем говорить. Но, как правило, все-таки за таким желанием это кроется обида женщины на этого мужчину, а не забота о ребенке, да, потому что ребенок любит одинаково и папу, и маму, и это оба его родители. И если мы перекрываем, как бы, канал любви один, да, то ребенок разрывается буквально, потому что, вот, он не знает, ну, как же мне быть, да, что же делать? И папу, да, и вот вставать на чью-то сторону, как вот у героини, которая позвонила, да, она сказала, что дочка занимала мою сторону, то есть... То есть это как предательство расценивается, а вдруг произойдет, ну, ревность какая-то, да. Ну, тем более, что здесь девушка уже взрослая, 21 человек, я думаю, что у нее хватит ума, тем более при такой замечательной маме, которая воспитала девочку, да, разобраться в ситуации, какой там папа и какие отношения с ним поддерживать. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такая ситуация, когда мы были маленькие, наши родители не разводились, а жили, так сказать, потому что маленькие дети. Вырастить детей, не было криков, не было оров в семье, но все время было, знаете, как электричество, напряженная ситуация. И мы с сестрой все время уже думали, что лучше бы они, в конце концов, развелись, чтобы, ну, вот, дурацкое состояние очень у нас было. У нас все время было ощущение, что они за нас борются, пытаются перетащить то на одну, то на другую сторону. Не было близких отношений с родителями. Вот. Сестра, ну, как бы выросла, вышла замуж и при первых проблемах сразу побежала и, в общем-то, с мужем развелась на фоне вот как раз жизни своей в детстве. Ну, и хочется задать вопрос, все же, что лучше, может быть, один раз поставить точку или вот так вот тянуть, как правильнее? Спасибо, очень интересный вопрос. Да, интересный. И тоже подумала, что часто, действительно, многие говорят, что вот разведемся там, какие-то причем... Когда дети вырастут. Ставят, да, рамки совершенно непонятные с психологической точки зрения, там, когда в школу пойдет, когда подростком будет. И здесь, наверное, мотивируя тем, что вот тогда ему будет не так болезненно и так далее, но мы как-то забываем, что когда ребенку хорошо, ему хорошо тогда, когда хорошо маме и папе. И если маме с папой, вот они уже больше не могут быть счастливы вместе, да, то тогда, может быть, есть шанс быть счастливыми в других семьях. И дети тоже как-то вот, ну, переживая, да, вот это, ну, какое-то время, да, будут переживать, это не страшно. Но потом они будут счастливы, потому что они смогут видеть счастливые глаза мамы, да, и счастливые глаза папы. Ну, с одной стороны, да, вот я знаю несколько семей, когда муж с женой жили ради того, чтобы вырастить ребенка, а потом развестись. И там была девушка, у них была одна дочь, и вот когда я исполнила с 18 лет, она вышла замуж в 18 лет, и тут они развелись. Для нее это был такой шок. Конечно, потому что вроде было все хорошо. Да, и когда мы с ней разговаривали, боже мой, и когда они мне сказали, сказала она, что они жили только ради меня, вот до моего замужества, ну, так получилось, что она вышла замуж в 18 лет. Я была в шоке и сказала, зачем? Зачем вы тянули так много лет? Вы могли бы уже построить свою семью? То есть она не оценила этого поступка. Это очень тяжелая ноша для ребенка. Да, она стала, что все виноваты. Да, она стала, что я ради тебя жила. Зачем? Они на нее все это... Опять же, есть, я также знаю истории, случаи, когда дети сказали, говорили, что вот в любом состоянии только чтобы жили, вот чтобы папа и мама были рядом, чтобы они были вместе. Пусть ругаются, но вот чтобы в одной семье. Ну, конечно, да, все семьи разные. Все семьи разные, и, наверное, каждый должен вот, ну, как-то решать для себя. Но, опять же, может быть, дети чувствуют, что в этой семье еще есть какой-то ресурс, что это просто какой-то такой семейный кризис, да, через который каждая семья проходит, и дальше станет легче. Да, да, действительно, дальше будет лучше. Другой стороны, когда уже ничего сделать нельзя, то лучше развестись, создать другую семью, в семью, в которой будут счастливы все, чем продолжать несчастливую модель в семье, которую копируют дети, так ведь? Я права? Да. И потом будут воспроизводить в своей жизни. Здесь такая еще, наверное, происходит это все из-за такой путаницы ролей папы-мамы, да, и муж и жена. То есть разводится же муж и жена, да, мы как муж и жена больше не живем, мы можем еще раз выйти замуж или жениться. Но как папа и мама, даже если папа или мама не будут принимать участие в воспитании, но это навсегда, да, на всю жизнь останется папа и мама вот этого ребенка. И даже если километры будут разделять, все равно это папа или все равно это мама. И тогда вот, то есть на примере семей, которые вот разделяли эти роли свои, да, что как муж и жена мы ссорились, ругались, мы выясняли отношения, но мы все равно знаем людей, которые встречаются даже на совместных прогулках, да, то есть как папа и мама и ребенок, они идут куда-то... Я знаю семьи, которые даже дружат, они уже создали новые семьи, но они дружат с своей прежней семьей, и дети, и жены. Это, конечно, нечасто бывает, но... Ну, пока в нашей стране, да, это такой зачатки. Примеры и того есть, наверное, потому что... Этого мало, наверное, потому что все-таки не все у нас разводятся очень мирно, и в душе еще долгое время продолжает клокотать... Много чувств, да. Еще много чувств, да. Ну, а раз есть чувства, наверное, тут стоит вопрос о своевременности развода. Может быть, не вовремя развелись, если еще чувства остались? Вы знаете, я думаю, что ведь развод тоже надо переживать, и у нас как она... Развод не заканчивается, когда ставят печать в штамп, вернее, в штамп в паспорт. Да, не заканчивается этим развод, вернее, не всегда заканчивается, потому что если люди не выяснили отношения, если они не поставили точку, то разводы для... Да, отношения длятся годами. Да, но у нас сейчас небольшая пауза, дорогие друзья, небольшая пауза для рекламы, и мы встретимся через несколько минут.